Сегодняшняя передача посвящена юбилею Центра по профилактике и борьбе со спитоинфекционными заболеваниями. Нашему учреждению исполняется в этом году 25 лет. В 1990 году был подписан приказ о создании этой организации в составе Министерства здравоохранения Республики Карелия. Благодаря телеканалу «Уника плюс» мы смогли поднять архивные материалы по истории Центра. Первым главным врачом был Александр Александрович Гаврилов. Этот человек возглавил Центр СПИДа, этот человек собирал команду единомышленников, тех, кто пришел работать к нему из разных организаций и учреждений, те, кто не побоялись заняться работой, которая никому до этого не была известна. Потому что о СПИДе в те времена знали совсем немного. В общественном сознании, к сожалению, лежит некая печать постыдности этого заболевания. Мы не считаем это заболевание постыдным. Любое заболевание – это всегда или драма, или трагедия. При СПИДе, конечно, это трагедия. Именно по инициативе главного врача Александра Гаврилова был сделан первый телеролик о СПИДе в Карелии. В то время практически единственным средством защиты от СПИДа были презервативы. Именно эту тему и озвучили авторы ролика режиссер Игорь Янин и оператор Леонид Шиловский. Они сейчас работают на неке. Авторы ролика приобрели все, что необходимо для раскрытия темы. И даже пулемет достали настоящий. И вот так выстрелили. Телекомпания «Ника» тоже не осталась в стороне от этой темы. Завтра – всемирный день борьбы со СПИДом. Слава богу, в Петрозаводске пока никто не болен этой страшной болезнью, как показывает статистика. Но все-таки присмотритесь к этой рекламе. Позже, гарантирует она. И вот теперь с нашим удовольствием совершенно свободный и независимый секс. Начиналось это все с шутливых роликов. Никто еще тогда не знал, насколько серьезной и многолетней будет проблема ВИЧ-инфекции СПИДа. К 1994 году центру было выделено здание на улице Видонской, 17А, куда в 1994 году все службы переехали, и центр стал функционировать в том составе, в котором он функционирует и сейчас. Александр Александрович Гаврилов, первый главный врач центра СПИД, сделал очень много для того, чтобы у центра появилось здание, появились люди, которые там работают, появилась лаборатория, которая занималась диагностикой. И к первому случаю выявления ВИЧ-инфекции в 1995 году центр СПИД уже был готов. Главным событием этой недели стало то, что в Петрозаводске зарегистрированы первые случаи чумы 20 века. По горячим следам мы отправились в Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом. Проблема синдрома приобретенного иммунодефицита, как и все глобальные проблемы, долгое время была у нас на слуху. Но оставалась на некотором расстоянии, не вторгаясь в относительно спокойную жизнь Петрозаводска. И вот тревожный сигнал. Однако в Республиканском центре по борьбе со СПИДом считают, что несмотря на всю тревожность ситуации, в панику впадать не следует. Если говорить о Карелии, о Петрозаводске, это проблема всего социума. И регистрация одного случая, даже одного, а у нас зарегистрированы единичные случаи, я буду так говорить, Это проблема и близких людей, которые, так сказать, живут вместе с этим больным. А эти больные будут жить, достаточно долго жить. Мы будем стараться в силу наших возможностей снизить, уменьшить удар, разрушительный удар вируса на их иммунную систему. И у нас есть такие лекарства. Мы умышленно отошли от конкретных имен и адресов. Центр гарантирует свою помощь и анонимность обследования. С 90-го года, с момента создания центра, большое внимание уделялось профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Пути распространения были тогда уже изучены. Было известно, что это наркомания, половой путь и внутрибольничный. Но в основном считалось, конечно, что это наркомания. Поэтому основные моменты профилактики были направлены на молодежь. Привить ей здоровый образ жизни, уберечь от пагубных влияний и вовремя обследоваться. В это время центр проводил большое количество различных акций, направленных на молодежь. Мы хотим привлечь внимание общественности к этим проблемам, которые сейчас все больше и больше начинают поражать наше общество. И в частности, наш маленький славный город Петерзаводск. Хочется, чтобы он был чище, как на улицах, так и люди меньше болели, и они были радостнее и веселее. Мы считаем просто своим долгом выступить в этой акции против СПИДа. Потому что это дело такое серьезное. Центр СПИД участвовал в проекте «Баринс Регион». В совместных проектах с Финляндией. Организовывались конференции, на которые приезжал академик Покровский. То есть, все делалось для того, чтобы уровень врачей, их диагностики постоянно возрастал. В 2004 году центр СПИДа возглавил главный врач Лев Яковлевич Валиковский. Этот человек очень много сделал для того, чтобы укрепилась материальная база центра СПИДа. Именно при нем было создано гипотологическое отделение в центре СПИД. Именно при нем был получен аппарат «Фиброскан». Первый на всю Россию был аппарат, получен и установлен в центре СПИД Республики Карелия. Этот аппарат очень много значил для диагностики гипотитов. Потому что до этого, чтобы определить степень поражения печени, необходимо было взять биопробу толстой иглой. А теперь это все делалось методом УЗИ и абсолютно безболезненно для пациента. При Леве Яковлевиче Валиковском был получен аппарат ПЦР-диагностики. Лаборатория центра СПИДа вышла на новый уровень и смогла определять вирусную нагрузку у пациентов, те, которые уже получали лечение. Именно поэтому контроль лечения стали осуществлять на том уровне, который был принят к тому моменту во всем мире, определяя эффективность назначаемой терапии или необходимость ее замены. Среди работников центра СПИД много людей, отдавших не один десяток лет работе в центре СПИДа. Это заведующая эпидемиологическим отделением Инна Игоревна Рожкова, заведующая гипотологическим отделением Елена Васильевна Прошутинская, работавшие и ушедшие на пенсию Анатолий Петрович Никитин, Светлана Сергеевна Прокканин и многие-многие другие. В связи с нашим юбилеем хотелось бы отметить людей, которые помогают нам все эти годы. Это студенты медицинского колледжа, у которых организовано волонтерское движение по борьбе со СПИДом, и которые активно участвуют во всех акциях, проводимых центром СПИДа по профилактике ВИЧ-инфекции. Много кто уже в курсе этих дел, знает что-то как. Но так есть люди, которые мимо пробегают, это жалко, конечно, но есть и активные люди, это очень хорошо. С 2011 года центр по профилактике и борьбе со СПИД возглавляет главврач Нина Алексеевна Холина. Сегодня я хочу поговорить с вами о ВИЧ-СПИДе не как о заболевании, не как о страшной проблеме в состоянии здоровья человека, а о проблеме именно с той точки зрения, как защитить себя от этой инфекции, как не попасть в группу ВИЧ-инфицированных. Последние годы за рамками, то есть на фоне таких заболеваний, как Эбола, сегодня 13,5 тысяч заболевших и 5 тысяч умерших, как особо опасное заболевание, особо опасная инфекция. Как проблема птичьего гриппа, ВИЧ-инфекция немножко ушла на второй план. Ушла она на второй план, потому что появилась в 2006 году в России терапия. Мы сегодня лечим ВИЧ-инфекцию. Мы сегодня даем возможность ВИЧ-инфицированному пациенту жить до старости, сохранить качество жизни. Это старание ученых, это старание врача. А вот желание остаться здоровым, желание защитить себя от ВИЧ-инфекции, к сожалению, от простого человека не идет, не исходит. И получив диагноз ВИЧ-инфекция, а у вас ВИЧ-инфекция, подтвержденный диагноз, лабораторно, это повергает в шок человека. Человек не готов психологически принять этого диагноза. И жить с ним до сих пор еще не научился. Подробно о работе Центра СПИД вы узнаете в передаче «Вопросы и ответы» на телеканале НИКО+. А я хочу поздравить всех сотрудников Центра СПИД, бывших и настоящих, с юбилеем нашей организации, с 25-летием Центра СПИДа. Поздравляю вас! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА